Теперь рассмотрим более сложную ситуацию. Предположим, что мы уже сделали пару коммитов, совершенно тех же, что и в прошлых выпусках, но в мастер вместо фикс. И теперь с опозданием понимаем, что зря сделали их в основной ветке. К счастью, никакой проблемы в этом нет, сейчас мы все исправим. Для начала создадим новую ветку фикс на текущем коммите. Теперь, если задуматься, все что нам нужно, это передвинуть мастер назад, вот сюда. В результате, последние коммиты окажутся только в ветке фикс. А общая картина при этом станет такой же, какую мы уже видели ранее в предыдущих выпусках, когда мы с самого начала делали эти коммиты в ветке фикс. Для переноса веток в git есть несколько команд, которые обладают разными особенностями, в различных ситуациях полезны и дополняют друг друга. Мы изучим их по ходу скринкаста, ну а прямо сейчас воспользуемся командой, которую мы уже знаем, git-бренч. Вместе с именем ветки ей можно передать коммит, тогда она создаст ветку с данным названием, указывающую на него. Здесь эта команда, конечно, как видите, не сработала, потому что ветка мастер уже есть. Чтобы это обойти, добавим флаг минус минус force, или коротко минус f. Он заставит бренч создать ветку, если ее нет, или, как в нашем случае, переместить ее, если она существует. Давайте попробую. Ошибка, потому что git-бренч требует, чтобы мы сначала ушли с ветки, перед тем, как ее менять. Вот теперь запускаю. Сработало. Ветка мастер указывает на предыдущий коммит. И то, что мы как раз хотели сделать. Теперь новые коммиты находятся только в ветке фикс. Как видите, буквально пара команд. Создать ветку и передвинуть. Если передумали, можно переместить обратно. Git-бренч минус f. Пусть мастер указывает туда же, куда и фикс. Заметим, что в этой команде я вместо идентификатора коммита указал название ветки. В этом ничего особого нет. Ветка технически не может указывать на другую ветку. Только на коммит. А как я этот коммит передал, идентификатором или через ссылку, значения не имеет. Для той же цели вместо git-бренч иногда бывает удобнее использовать команду git-чекаут. Мы уже использовали флаг минус b. Он позволяет создать ветку с данным названием на указанном коммите и переключиться на нее. А если сделать минус b большое, то если такая ветка уже есть, он ее передвинет, а потом переключится. То есть это то же самое, что git-бренч с ключом минус f, а потом git-чекаут. Запускаю. Готово. Ветка мастер перемещена. Мы на нее переключились. И в результате, опять же, те коммиты, которые по ошибке были сделаны в ветке мастер, теперь находятся на ветке fix. То есть получили то же самое, как если бы коммитили fix сразу. Итак, в этом выпуске мы использовали команды передвигающей ветки для выделения последних коммитов. Но они бывают полезны и в других ситуациях, когда хочется как-то перекроить структуру веток, и есть точное представление, на какой коммит какая ветка должна указывать. Продолжение следует...